МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из языка железнодорожного слово «шофер» перекочевало в лексикон автомобилистов. Здравствуйте! Это новости стальной магистрали. В ближайшие несколько минут о наиболее значимых и актуальных событиях минувших дней. Итак, поехали! Транс-Россия-2013. Международная логистика мирового масштаба. Беларусь-Литва. Экспективы железнодорожного диалога. Ремонт пути, новый подвижной состав и новые функции платежных терминалов. В Москве завершилась самая масштабная в СНГ и Восточной Европе международная логистическая выставка «Транс-Россия-2013». Свои возможности представили более 500 компаний из 27 стран мира, в том числе и Белорусская железная дорога. К теме международного сотрудничества и нашего участия в интернациональных выставках вернемся чуть позже. Ну а начнем выпуск с обзора производственных событий в железнодорожной отрасли. Белорусская магистраль оптимизирует процесс оформления билетов через платежно-справочные терминалы самообслуживания. Они установлены на вокзалах в Минске и Витебске. Теперь, покупая билеты через терминалы, пассажиры смогут воспользоваться функцией «Сохраненные маршруты» и таким образом сэкономить время на оформление проездного документа. К слову, популярность этой услуги продолжает расти. За 4 месяца этого года с помощью терминалов было приобретено 26 тысяч билетов. В 2013 году стальная магистраль намерена отремонтировать без малого 600 километров пути. Работы уже начались. Ремонт железнодорожного пути – это сложный технологический процесс. Здесь важно как качество работ, так и их организация. Важно максимально исключить возможность задержек поездов. Восстановительный и средний ремонт пути – это обязательные условия обеспечения безопасности движения поездов, а также увеличения скорости их движения. О масштабности работы и затратах на ремонт пути можно судить по его стоимости. Один километр обходится в 2,5 миллиарда рублей. 390 полувагонов Могилевского водоностроительного завода закупила стальная магистраль в январе-марте 2013 года. В общей сложности в этом году Белорусская железная дорога намерена приобрести у отечественных предприятий 1790 грузовых вагонов. Из них 850 полувагонов, 690 цистерн и 250 зерновозов. К теме, заявленной в начале выпуска. В Москве завершилась международная логистическая выставка «Трансроссия-2013». Свой транзитный потенциал на этой престижной выставочной площадке представила и Белорусская железная дорога. В СНГ и Восточной Европе – это самый масштабный международный транспортный форум более 500 компаний из 27 стран. Помимо масштаба участников привлекает, конечно же, эффективность этой выставки. По неофициальной статистике, до 80% налаженных здесь контактов через год, максимум два, обретают форму полноценных контрактов о взаимовыгодном сотрудничестве. Здесь присутствуют практически все страны СНГ и Балтии, плюс коллеги, не только коллеги наши, фирмы из Европы, из Средней Азии, из Китая и так далее, из Монголии. Это очень тратно. Здесь есть с кем побеседовать, с кем постричаться, наметить цели, задачи. И так же договориться, и в том числе, и договориться о том, что опыт из Санни будущих контрактов. Как и на европейской политической карте, белорусский национальный павильон в самом центре международного выставочного зала. Здесь, на выставке, как и в жизни, самый удобный и быстрый путь из Европы в Азию лежит именно через Беларусь. Результат сегодняшних переговоров доказывал, что, во-первых, нам не обойтись друг без друга, а во-вторых, мы настолько хорошо уже умеем взаимодействовать и настолько знаем процессы внутри друг друга, что остальным остается только позавидовать таким отношениям. Конструктивные отношения выстраиваются и с казахстанскими партнерами. Условия таможенного союза и единого экономического пространства дают возможность Минску и Астане говорить об удвоении в перспективе взаимного товарооборота. И в данном случае железные дороги – надежное связующее звено между Востоком и Западом. Мы очень тесно сотрудничаем с Белорусской железной дорогой, в частности, с дочерним предприятием «Белл Индетранс». Начинали, значит, самые первые поезда из Китая в Европу были организованы еще в 2002 году. То есть это те первые ласточки по развитию транзита, транскандинального транзита между Азией и Европой. На сегодняшний момент у нас есть регулярные контейнерные поезда. Конкретно это Чунсень-Дуйсбург, который ходит еженедельно. Впоследствии, думаем, со второго полугодия, совместно с нашими китайскими партнерами, российскими, немецкими партнерами, мы думаем увеличить их регулярность до двух поездов. Помимо деловых контактов, связанных с совместными перевозками, казахстанских коллег интересует белорусский опыт в сфере сигнализации связи, а также взаимодействия с таможенными службами. В рамках вот Содружества нас, Белорусская дорога, считается одной из, как бы, продвинутых, одной из прогрессивных частей информатизации. И те средства автоматизации, сигнализации, которые внедряются, они современные и конкурентоспособны. Та же система диспетчерской централизации «Минск», она не только на Белорусской дороге успешно используется, но и в Казахстане тоже самое мы ее применяем. Специально направляем наших специалистов для того, чтобы именно учиться у наших белорусских коллег по взаимодействию даже с таможней. Я скажу, что в этом деле наши коллеги достигли больше результатов, нежели у нас. Конструктивный взаимовыгодный диалог выстраивается и на западном направлении, в частности, с польскими коллегами по железнодорожным перевозкам. Нам довольно легко договариваться друг с другом. И то, что Беларусь находится в одной экономической системе, а Польша в ЕС, это не может остановить наше сотрудничество. Весьма неплохие перспективы и у сотрудничества с Литвой на недавнем экономическом форуме в Бильнюсе рассматривались дополнительные условия для новых проектов и в логистической сфере. Выставка в Москве – это еще одна возможность уточнить детали предстоящей совместной деятельности. Когда мы проезжаем границу Литва-Беларусь, значит, мы видим очереди. У нас сейчас цель с белорусской железной дорогой погрузить с одной стороны контрейлерные машины, перевезти в одну сторону и в другую. Если этот вопрос решится, этих очередей на границе не будет. Инициатива железнодорожников вполне должна заинтересовать многих автоперевозчиков. Обсудить детали и технические условия реализации белорусы и литовцы планируют в мае этого года. Диалог между белорусской и литовскими магистралями наверняка активизирует появление в Минске представительства литовских железных дорог. По мнению начальника белорусской магистрали, деятельность литовского офиса в Минске придаст новый импульс нашему двустороннему сотрудничеству. Сегодня каждая третья тонна белорусского экспорта идет через Клайпицкий порт. Если в 2000 году экспорт в Литву составил 5 миллионов тонн, то в 2012 уже 12 миллионов. Нам очень важно это сотрудничество. Это наш сосед. Мы транзитная страна. 40% транзита, который идет через белорусскую дорогу, он идет через Литву. Мы работаем по расширению наших транспортных коридоров. Они позволят более динамично, более оперативно решать все вопросы не только белорусской железной дороги, но и грузотправителей Республики Беларусь, пользуясь услугами литовских портов. Появление представительства литовских железных дорог будет не только содействовать реализации масштабных совместных проектов, но и позволит повысить конкурентоспособность двух дорог, как в Беларуси, так и в Литве. Перспективы сотрудничества с зарубежными партнерами уже в масштабе Совета по железнодорожному транспорту государств участников Содружества представители магистрали обсудили 6 мая в Душанбе. Делегацию возглавлял начальник дороги, а на повестке дня было 12 вопросов. В частности, речь шла о международных перевозках, совместном использовании вагонов, оказании услуг и создании единых нормативных документов. Ну а на сегодня это вся информация. До встречи и счастливого пути! Субтитры создавал DimaTorzok